Приветствую вас! Мне бы хотелось для начала немножечко вас уточнить. Вот вы пишете, что хотите приглашить парню помощь, и возникает сразу вопрос, помощь в чём? Ну вот, смотрите, значит, вы были на курсах, он за вами ухаживал, да, когда курсы закончились, он перестал звонить, но ваша симпатия к нему осталась, и теперь вы хотите обратиться к нему, попробовать как-то диалог наладить для того, чтобы, собственно говоря, попытаться восстановить отношения. Давайте мы с вами, прежде чем определить, насколько правильно будет то, что вы хотели бы сделать, скажем так. Вот, когда вы думаете о нём, когда вы хотите ему позвонить, чего вы ждёте от этого диалога? Хотите ли вы просто ему позвонить? То есть, действительно, просто поинтересоваться, как у него дела, чем он занят и так далее? Или, всё-таки, у вас есть цель, что-то от общения с ним получить, если вы звоните ему для себя, если вы собираетесь звонить ему для себя, то есть для того, чтобы получить что-то, то вот этого делать не стоит. Если же вы действительно чисто по-человечески хотите его поддержать, хотите узнать, что с ним и как у него дела, если вы действительно за него волнуетесь, если вы хотите сделать это для него, то тогда, конечно, можно будет это сделать, и данный звонок ни в коем случае не будет похож на какое-то навязывание там с вашей стороны и так далее. Вообще, мужчина, особенно если он ухаживал за вами, он воспримет это очень хорошо и, возможно, если он перестал за вами ухаживать, перестал вам как-то звонить, потому что, например, подумал, что у него нет шансов, то он это воспримет как знак того, что вы о нём помните и будет пытаться вас как-то вновь завоевать, пытаться вас как-то к себе привлечь и так далее. Но очень важно всё-таки, чтобы вы сами не лелеяли надежд на то, что может что-то получиться с ним, как сетами. Потому что если вы будете на это надеяться, если вы будете на это рассчитывать, а у вас, например, ничего не получится, то будет разочарование, а из-за разочарования вы не сможете нормально это воспринять и в итоге будете, к сожалению, лишь только переживать, страдать и мушиться. Итак, я надеюсь, вы мою мысль поняли правильно, что делать или не делать то, что вы хотите напрямую зависит от вашей субъективной мотивационной сферы. От того, что вы вкладываете в это зависит то, стоит вам звонить и восстанавливать контакт с человеком или нет. Если вы уверены в себе, если вы знаете, что молодой человек вам нравится, но вы просто хотите по-человечески ему предоставить свою помощь, предложить поддержку и просто человеческое тепло сначала хотя бы, то тогда смело звоните, набирайте, общайтесь, поддерживайте, он будет рад. Если вы чувствуете, что могут быть проблемы, если вы чувствуете, что молодой человек для вас значим через чур, и что вы просто испытываете мандраж и волнение, когда думаете о том, что вот набираете его номер и звоните ему, наверное, все-таки не стоит, потому что если он отреагирует холодно, то вы будете испытывать расчарование, а возможно и еще более негативную реакцию, как то, вот почему я о нем думаю, я о нем, как бы я переживаю, а он все так холодно на меня отреагировал. Чтобы этого не было, лучше здесь не навязываться. Решение принимать вам, исходя из того, что вы ощущаете. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok